На торжественную линейку по случаю Дня Знаний некоторые ученики 8-й школы пойдут, по всей видимости, в сапогах. Путь к знаниям перекрыт огромной лужей. Жители улицы Павлика Морозова уже несколько лет пытаются добиться строительства ливневой канализации. Обращались в различные инстанции, но до сих пор остаются у разбитой дороги. В 2022 году по адресу Павлика Морозова, 4А, провели ремонт дороги. После этого рядом с домом в периоды активных дождей регулярно появляется огромная лужа. По одну сторону – бортер, по другую – частный земельный участок. Пенсионерам и детям затруднительно пройти к школе. Сейчас начнутся холода, будут заморозки. Получается, что бока по краям дети уже реально не смогут сходить, потому что будут проезжать машины. Лужи будут раскрывать края, все это будет в наледи. Дети будут падать. У нас вот не так там женщина упала после дождя, сломала ребра. Да, реально, она переломала ребра, а на два месяца просто не ходила на работу. Не так давно решили открыть школьную калитку, чтобы дети не проходили через эти лужи. Как говорят местные жители, иногда ее открывали в назначенное время, а иногда – нет. Тем не менее, паспорт безопасности школы не позволяет держать калитку открытой. По этому документу двери лишь одного входа могут не запираться. Так что проблема осталась без решения. В группу мы пишем, у нас группа создана при 13 округе. Мы это все пишем. Ответ, конечно, там начинается. Демагогию разводить, что вот вы сами, мы сами. Почему мы сами должны это делать? Это обязанность мэра, ЖКХ, ну и также при поддержке, я так понимаю, наверное, я так думаю, может правильно или нет, депутата данного округа. Как отмечает депутат по округу номер 13 Григорий Шикарев, проблема действительно стоит остро. Еще в начале лета прошло выездное совещание с главой города. Однако дальнейших действий не последовало. По словам депутата, руководство жилищно-коммунального хозяйства меняется регулярно. Из-за чего новые люди не успевают вникнуть в дела и через 2-3 недели уходят. На следующей неделе депутат предлагает провести собрание у ЖКХ. Письма все написаны, все сделано. Какие планы у администрации, не могу сказать. За УДС, это дорожная сеть города Берска у нас, отвечает администрация непосредственно на балансе, а не в управлении у ЖКХ. В управлении жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали ситуацию. По словам специалистов, скопление воды происходит из-за отсутствия ливневой канализации и водоотводных канав. Решить проблему можно только путем реконструкции этой дороги. В 2024 году средства на такую работу не выделили. Однако, как заверили в ЖКХ, школьникам не придется постоянно ходить в резиновых сапогах. Здесь пройдет откачка воды. Эти работы в плане у Центра муниципальных услуг.